всем привет друзья коллеги давно меня не было на канале меня зовут кирилл трон и с этого момента я запускаю такую серию видео про то как эффективно планировать рекламу на тв ну так сказать в кризис да то есть я придумал вот эту систему на то есть но принципе я думаю то есть она вообще она уже давно должна была появиться да там в на западе придумали там лет там может быть семь назад а вот то есть и в принципе то сейчас не кажется самое время да то есть вот внедрять ее вот у нас да тоже то есть в чем суть на самом деле то что планируете рекламу в массовых сми ну на на тв в основном то есть ну принципе на тв да именно не вот на тв ну то есть серия про тв да будет конкретно чтобы планировать два раза дешевле рекламу ну примерно да то есть и ну не не теряя вообще в эффективности на то есть но для там десять лет уже вот в этой сфере работы то есть я поскольку знаю там всякие нюансы да то есть вот за счет чего все устроено то есть за счет чего все это можно вот сделать да то есть но прям в разы то есть но сделать эффективнее рекламу и начну я вот с простого видео самого просто как спланировать рекламу на тв поехали в принципе вы можете сделать это со мной вообще в принципе да то есть суть будет в том что вы принципе можете делать все сами вообще без рекламного агентства вот я покажу это как на ты что все прозрачно было в общем вот коллеги можете скачать этот файл который лежит по ссылке в описании к этому видео также можете скачать еще один файл презентацию тоже нам понадобится вот и можете повторять все операции которые буду делать я соответственно да вот у нас здесь канал мы в данном случае планируем тв на всю россию допустим там можно также на отдельные города планировать но здесь вот на примере всей россии то есть это будет ну такой самая драк дорогая опция размещения вот на примере я спланирую о закупке под жар пи но каналы можно покупать набить на тв по рейтингам которые жар пи означает gross rating point или по минутам на федералки на федеральном тв все каналы измеряются медиаскопом то есть они продаются по рейтингам вот соответственно и покупается они по рейтингам вот то есть в этом вот столбце указано что все каналы продаются под жар пи по рейтингам дальше бэринговая аудитория то есть у каждого канала свою закупочная аудитория то есть вот здесь например мы на рэн тв закупаем по рейтингам на аудиторию 2554 там россия 18 плюс и так далее вот то есть что такой рейтинг я уже рассказывал в этом ролике по ссылке в описании вот здесь а нет здесь так вот ну и принципе сейчас тоже в красную расскажу далее и целевая аудитория вот уже приоткрою тайну да то есть мы а плана будем планировать на всю аудиторию вообще охватывать все все телевизионную аудиторию ну то есть 18 лет 18 плюс на то есть в этом кстати секрет то есть эффективного тв планирования которая вот до нас еще как бы не дошло до или то есть мы планируем на узкие целевой аудитории да но это там я объясню с чем связано да то есть так вот на рынке почему так принято сейчас на то есть принципе то есть это ну не совсем как бы выгодно да то есть выгоднее планировать на общую аудиторию вот соответственно вот тут для всех каналов то есть одна и та же наша до общая аудитория вот дальше prime fix prime это prime time то есть там 7 до 12 будни там все выходные да то есть вот то есть получается 50 процентов да у нас будет prime time на рентовые так далее мы можем менять эти показатели да но лучше их оставлять как есть да не фикс это фиксированное размещение то есть например 50 процентов мы ставим вручную на там агентство там либо сам канал да то есть но на канале да вот размещают ролики то есть а остальное то есть это плавание там 50 процентов то есть ну там какой-то временной промежуток да там не совсем прям ночью да там можно выбрать там поставить ограничители там например там до 12 ночи да то есть там будет ну рандомом ставится вот на принципе это нормально тоже то есть лучше но доставлять по умолчанию этот фикс в принципе это будет достаточно для эффективного размещения далее идет столбец cpp это сколько вот этот вот рейтинг на эту аудиторию стоит один то есть один именно проведенный там хрометража 20 секунда то есть это там один такой рейтинг стоит здесь 83 тысячи рублей допустим и так далее далее уже идет рейтинг на бенгу аудиторию вот на эту и рейтинг на целевую аудиторию то есть вот на это да ты что это значит да вот например 089 что означает эта цифра то есть означает там 089 процента смотрит в среднем вот вот эти люди 25 54 лет они вот в среднем да вот один ролик вот их смотрит 089 процента вот от этих людей точно вот а это как бы охватом в среднем одного рекламного ролика да вот на эту аудиторию соответственно то же самое ну то есть здесь например это будет 089 по этой аудитории да баинговый по россии 1 то есть там уже 18 плюс и так далее ну вот именно то есть два процента вот аудитории 18 плюс смотрит россия 1 вот и дальше ты а рейтинг на целевую аудиторию то это означает то есть 089 процента 18 плюс смотрит рэн тв 2 14 россия 1 и так далее вот что означает рейтинг вот то есть принципе то есть все эти данные да мы можем получить сами ну принципе нам нужен только sales house да для того чтобы получить цены вот это вот вот этот столбик и баинговый рейтинг на каждую на каждый канал это же нам предоставляет но сам канал да то есть через которую мы покупаем непосредственно рекламу вот этот столбик мы можем сами достать да и нам принципе не обязательно для этого там закупать какие-то программы медиаскопа вот я расскажу об этом в следующих роликах так что подпишитесь на канал одну тем более что тут видите но вот есть вот аудитория 18 плюс до баинговую по каналам то есть да нам здесь вообще ничего то есть даже придумывать не надо то есть здесь но это та же самая цифра до что для баинговой аудитории что для целевой аудитории вот но остальные каналы то есть я расскажу в следующем видео как можно их посчитать и получить вот этот столбик вот мы здесь конкретно то есть вот этот столбик он выгружен именно да из медиаскопа вот есть будем тренироваться на примере но их данных непосредственно всего данных из программы до которые там покупается за деньги следующий столбик который нам нужен это аффинити вот аффинити считается следующим образом это да это это поделить на это целевой рейтинг поделить на баинговый рейтинг и умножить на 100 вот у нас получается аффинити ну то есть мы вот здесь вот формулы доводим вот и получается у нас аффинити для всех каналов да два раза сюда нажимаем и у нас протягивается вниз все вот у нас получается что например на стс у нас 83 аффинити это значит что целевой рейтинг ниже баингового вот и наоборот вот пятый канал здесь выше целевой рейтинг чем баинговый рейтинг по аудитории 2559 ну да если аудитории 18 плюс нашей аудитории рейтинг выше чем для баинговый 2559 лет дальше нам нужен столбик cpp trp это такой же столбик как этот да то есть то есть такой же столбик да как этот но уже на целевую аудиторию то есть сколько будет стоить целевой рейтинг такой вот но целевой рейтинг вот именно проведенный до 20 секундам так для этого нам нужно вот эту цену до разделить на аффинити умножить на 100 вот нас получается ну для рэнтового поскольку аффинити сто цена не меняется там где аффинити ниже 100 допустим здесь там у нас оси пить арки будет выше то есть на целевого рейтинга будет выше чем на баингу 193 а тут 160 дальше мы приводим все это к индексу индекс си пи пи ну то есть просто приводим вот это вот все в 1 в относительные значения для удобства то есть мы делим каждую каждую ячейку на максимальное значение из этого столбца выделяем вот выбираем формулу максимальное значение деляем весь столбец f4 нажимаем чтобы зафиксировался чтобы пока когда мы протягивали вниз он вниз тоже автоматически не протягивался стоял на месте вот у нас получается да вот это вот то есть рэнтв у нас это там 41 процент да там от максимального значения протягиваем вот у нас получается единица самый высокий самый дорогой канал и тнт на целевую аудиторию вот и также индекс оптимальности что это рейтинг целевой на целевую аудиторию делить на вот индекс и пи пи ну который тоже по целевой аудитории получается протягиваем вот нас получается то есть нам нужно принципе суть в том что вот здесь нам нужно самые низкие значения то есть самые дешевые каналы здесь самые высокие значения то есть самый охватный канал и здесь самые высокие значения вот папки по индексу оптимальности чем выше тем лучше и мы переносим все это сюда на график чтобы видеть эту визуально открываем график вот но у меня здесь уже все заполнено на секс еще раз вы копируем столбец канала столбец рейтинга и и столбец все пяти индексы пики вот закрываем у нас получается такая картина и также еще один график по индексу оптимальности тоже копируем канал копируем этот индекс ранжируем по убыванию чтобы они шли сверху вниз и вставляем сюда график то есть то есть отсюда копируем сюда закрываем у нас получается такая картина вот и выбираем то есть по индексу оптимальности да то есть самый топ каналы там ну как я там рассказывал предыдущем ролике здесь по ссылке да то есть нам нужно там 5 10 каналов ну что такой широкий сплит чтобы компания была эффективна на тв то есть вот они получается вот чем ниже тем лучше да и тем чем правее тем лучше чем ниже тем дешевле канал на целевой аудитории чем правее тем охватник вот то есть нам нужны вот ну вот эти вот канал все то есть эти нам не нужны они дорогие не охватные вот и здесь мы убираем 9 каналов да то есть дальше уже индекс оптимальности сильно ниже и соответственно вот отмечаемых здесь пишем выбор вот их выделяем россия 1 нтв 5 1 тв ц звезда домашний мир и орань тв так но сейчас девять канал ставим да везде отмечаем так вот они у нас получается так дальше нам нужно высчитать естественное распределение рейтинга есть раз по так что мы для этого делаем мы убираем каналы которые мы выбрали и смотрим а ну какой распределение целевых рейтингов на этих канал то есть какую долю каждый канал должен занимать по идее да то есть делим вот эту ячейку да на сумму всех этих ячеек ставим f4 чтобы зафиксировалась ставим проценты и протягиваем вниз вот эту информацию мы ставим сюда на второй слайд на этот график вот то есть как от по целевым рейтингом то есть но должно быть естественное распределение ну то есть естественно имеется ввиду вот изначально вот как рейтинги как они есть то есть да вот там нтв допустим 17 процентов занимает ну то есть вот нтв да вот 177 так вот 177 да все правильно вот то есть 177 это 17 процентов вот от суммы вот всех этих показателей то есть среднего сумма от суммы средних рейтингов канала вот и соответственно вот но нам нужно еще с оптимизировать эти доли да то есть потому что там 17 процентов данного этого и стоимость как бы дороже до чем у других каналов то есть нам нужно вот этот показатель можем с оптимизировать до чтобы там не чтобы спланировать дешевле да но при этом то есть примерно так же эффективно там не сильно теряю эффективность вот для этого нам нужно то есть высчитать ну учесть их стоимость для этого мы еще раз индекси пи считаем от всех так вот здесь у у нас было индексы pp для выбора напишем а здесь у нас вот индекси пи будет как-на-то делаем то же самое то чстан от этих канал максимально максимально да и выбираем каждый год из этих каналов чтобы он считал вот от максимального значения от этих каналов f4 окей протягиваем вниз вот нас получается индекси пепе дальше мы считаем коэффициент коэффициент мы просто делим 1 на этот полученный индекси пепе то есть чтобы просто обратное значение получается то есть здесь уже получается чем выше тем лучше канал того что набрать не единицы обратная величина стоимость дальше мы умножаем вот это естественное распределение на коэффициент и на к Hasseljat у нас на это улучшаем стой но покупок показатель и также считаем это естественное испределение ну то есть как естественное испределение данного уже от этих показателей но которые учитывать стоимость канал то есть это у же будет финального долю ну как на самом деле не финальная промежуточная из доли trp у нас будет то же самое делим каждый канал на сумму всех каналов здесь уже выделяем просто каждый канал в отдельности что потом не протянулась нам на все каналы которые мы не убирали играем каждый канал в отдельности f4 фиксируем и вот у нас получается как бы такая более симптомизированная доля вот но также мы смотрим насколько доля увеличилась на всякий случай тоже сильно тоже увеличивать нельзя то есть мы вот это делим на это вот это значение не должно быть больше двух здесь нам надо будет снизить эту долю данное это сейчас мы дальше будем делать вот дальше мы устанавливаем сколько нам trp всего нужно я уже рассказывал вот в этом ролике да для вот эффективного но для того чтобы вывести бренд в топ нужно 1059 рейтингов в квартал вот то есть вот и мы забиваем вот эту сумму то есть мы провели исследование да нам нужно 1059 рейтинг это в принципе там по всему ну по всем категориям вот это вот вот это вот число на рабочие год протягиваем и теперь мы читаем trp для каждого канала то есть мы умножаем вот эту долю нашу получившиеся на вот эти 1059 рейтингов ну то есть этого 1059 рейтингов да это вот вот минимальная до величина которая нам нужна для того чтобы повысить знания бренда за квартал за квартал будут то есть два-три месяца вот и мы то считаем но по по этим долям до которые в сумме сто процентов то есть от этих 1059 тяпи у нас получается вот эти числа значение у нас получается вот эти значения для каждого канала целевые рейтинги да потом джарпи мы считаем это терпи разделить на финич умножить на 100 и считаем джарпи 20 то есть уже закупочная единица смотрите нам нужно джарпи умножить на наш хронометраж ролика то есть ну вот что же а раньше рассказывал да то есть наиболее рабочая комбинация ну конечно зависит там от разных факторов данного целом да то есть лучше размещаться роликами ну то есть как как сказать можно конечно 30 секундами роликами размещаться да но вот там оптимальная схема да это там показывает 20 секундный ролик потом 10 секундный ролик вот примерно то есть правных пропорциях то есть средний хронометраж 15 секунд умножаем на это значение на 15 и делим на 20 то что нас джарпи 20 у нас но закупочные рейтинги они приводятся 20 секунд нам ролика и протягиваем дальше мы считаем бюджет бюджет нам просто нужно умножить вот вот эти себе пи до которые нам дает но канал sales house на вот этого значения jrp 20 то есть вот сколько вот этих закупочных себе пи там вот 52 себе пида то есть но каждый себе пи по 83 тысячи рублей у нас получается там бренд 4 миллиона 287 тысяч протягиваем вниз для всех каналов вот и так же мы считаем ндс бюджет с ндс умножаем на 1 и 2 вот так же да нам нужно считать количество выходов на каждом канале в день этом для этого мы делим терпи на каждом канале на его рейтинг ну то есть это рейтинг одного выхода до получается и делим на 56 ну то есть это восемь недель там оптимальная длина флайта восемь недель ну то есть два месяца протягиваем вниз вот у нас получается так вот где-то у нас один выход в день там где-то 3 да но нам нужно минимум два что вот здесь стояла ну здесь округленная вот на принципе то есть значение которые здесь они в реальности потом где-то на полтора раза умножаются ну то есть нас здесь показывает там 1 до 14 в реальности у нас будет полтора раза больше то есть нас будет два выхода с чем-то да но мы здесь это нот смотрим просто по округленному значению то есть нам главное чтобы здесь было два да то есть если здесь два у нас по факту точно будет два минимум два выхода вот и таким образом мы начинаем сейчас оптимизацию вот этого медиаплана смотрите мы будем оптимизировать через коэффициент меня вот этот коэффициент поэтому нам нужно чтобы здесь формул не было чтобы здесь были значения то есть выделяем все control c control v и вот здесь вот нажимаем ставить значение вот еще у нас же здесь формул нету вот мы убираем анализ что если подбор параметра ставим значение 2 здесь нам нужно вот в этой ячейке до меня ячейку вот эту то есть коэффициент которая без форму все у нас все меняется вот и здесь выходу в день мы ставим вот здесь вот где один да мы ставим 151 чтобы нам округлен уже показывала два на то есть но по факту у нас будет там полтора раза больше еще да то есть нам этого значения достаточно изменяя значение чайки вот и децент ну то есть точно так же да как это только мы меняем здесь вот нас два здесь получается и здесь вот еще один тоже нам нужно поменять тоже ставим 151 но можно скопировать значение что потом автоматически вставлять тоже придется много доставлять вот и здесь тоже меня так вот у нас здесь опять поехал один наш мы здесь еще раз меняем подгоняем под 151 да дальше можем оптимизировать смотрите эту стоимость вот я сюда скопирует означает что мы видели насколько мы сейчас будем снижать эту стоимость поставим здесь будет смотреть на сколько процентов у нас вот мы с оптимизировали очень поехали нам смотрите нам здесь что нужно выставим фильтр на всех этих значениях да здесь мы индексы теперь но выбираем те каналы которые нам которые нам нужны до выбираем только эти канал и здесь аранжируем вот по индексу себе пида убывание вот то есть нам нужно вот смотрите чтобы здесь вот было вот минимальное значение здесь максимальная то есть обратно но вот пропорционально то есть чтобы у нас на вот был метеоплан на и поле его так с оптимизирован ну по кост-эффективности ну ставим очистить вот здесь мы должны идти сверху вниз то есть здесь мы но вот у нас доля должна быть минимальная да здесь вот то есть чем ниже тем ну то а нас должна быть доля 2 ну то есть вот здесь у нас должно больше стремится к ну к двум вот и тогда у нас вот эта сумма будет снижаться то есть что вот мы делаем например вот здесь 2 ставим да то здесь мы его самый дорогой канал на 2 не ставим то есть мы начинаем вот сверху то есть но со второго канала вводим значение 2 здесь вот у нас получается 2 да ну здесь у нас сейчас вот видите на 1 процент вы дороже стало потому что мы ну относительно дорогой канал до увеличили но мы идем дальше мы идем вниз до конца повторяя ту же самую операцию для других каналов ну то есть спускаемся вот вниз по столбцу то есть везде ставим вот эти двойки но соответственно все остальные тоже меняются вот эти становятся меньше вот нам необходимо то есть все не только вот эти до оптимизировать самый дешевый но вот идти со всех вот вниз тогда у нас будет минимальный ну вот минимальная стоимость то есть вот в итоге смотрите у нас я сразу покажу как это будет вот и принципе вот здесь то есть мы должны вообще упереться вот ну в итоге это будут вот эти вот каналы дала сам 3 дешевых то есть вот они на 33 до коэффициент но коэффициент стоимости то есть вот здесь будут двойки везде да ты чтобы у нас было вот самая дешевая стоимость я сразу покажу это очень ну очень долго но минут 20 30 то есть надо все это вот постоянно да здесь двойки ставить здесь 151 то есть ибо по очень много раз это делать эту операцию смотрите в итоге у нас получается 62 миллиона получилось вот есть мы на 2 процента снизили вот эту ну на 2 процента с оптимизировали медиаплан вот если у нас вот здесь вот бойки получаются на на самых дешевых каналов здесь мы уже смотрите у нас здесь мы уже дальше не можем двойки эти оптимизируют то есть мы вот все у нас только да вот подогнали дайте цифры что у нас здесь уже дальше он не дает смотрите то есть мы здесь тональными значения 2 меняю вот это значение да ты все он нам уже не дает решение найдено да то есть и вот здесь вот по всем этим драм канал у нас такая стера то есть мы должны вот упереться вот в такой операции чтобы он нам дальше уже не давал да вот если мы возьмем еще этот и будем вот не три канала 4 оптимизировать здесь у нас уже это не так не получится вот то есть но я уже потому что это сделано мне не получилось стоимость уже дальше не менялась да и потом я перешел только на эти три канала да и то есть у меня уже вот до конца с оптимизировалась да то есть здесь менялась до двух да здесь уже то есть там с меньшего значения двух уже не менялась то есть нужно дойти вот такой операции что получить вот этот вот минимальный показатель да вот и соответственно дальше это у нас бюджет до этого вот у нас получается 1059 терпи да вот нам нужно для эффективного размещения чтобы но вот там с гарантией да вот повысить знание нашего бренда да соответственно вот и также мы здесь здесь считаем сколько у нас населением нашей целевой аудитории то есть но от 18 плюс да по всей россии 116 миллионов то есть но население в 1000 соответственно дальше считаем сколько у нас контактов получилось но сколько просмотров давать рекламу за два месяца и называть свой т.с. контакты то есть контактов тысячах да то есть как он считается смотрите мы вот это население до умножаем на сколько у нас рейтингов получился делим на 100 у нас получилось миллиард двести тридцать два миллиона четыреста сорок пять тысяч контактов мы получаем да не считаем сколько вот 1000 контактов у нас стоит это мы соответственно бюджет делим вот на количество контактов тысяч да то есть 1000 контактов на 150 рублей то есть один контакт у нас получается стоит один вот просмотр до сколько у нас стоит пять копеек то есть пять копеек стоит у нас 11 просмотр это на самом деле то есть это намного меньше да чем вот обычно сейчас вот в отрасли планируется там все эти годы да вот прошедшие планировалось то есть обычно 40 копеек да вот такая нормальная цена средняя до блока здесь и получается 5 копеек вот есть на принципе будущем да буду объяснять там все это более подробно но почему да вот так нужно планировать вот так принципе на этом все вода так сказать урок окончен да ну вот есть соответственно слайда мы можем отвести здесь оптимизированное распределение то есть вот мы здесь ставим да выбор да то есть первых график вставляли вот эти значения вот эти значения да мы вставляли так да вот эти значения да мы вставляю естественно распределение и 2 график то соптимизированное распределение нужно посмотреть да насколько мы с оптимизировали ну вот то есть сюда вставляем просто да вот эти вот канал выбираем и вот это вот цифра вставляем то есть вот у нас там первый там от 15 процентов получается да вот первую нас 15 процентов да то есть ну вот так же вставляем то есть у нас получается вот такая картина да то есть нас первый был 19 процентов да но поскольку первый канал у нас дорогой то оптимизировать его лучше до 15 процентов то есть то ли снижается на то есть первый россия 1 нтвр нтв домашние они уменьшаются вот но при этом да то есть не рекомендуется увеличивать долю какого-либо канала больше чем два раза то есть нас вот здесь вот это все учтено было как я уже говорю то есть вот вот финальный у нас файл да то есть вот больше двух тут нету значения да и тут у нас не может быть меньше но от двух выходов в день ролика на каком-либо канале то есть нас все это учитывается вот у нас получается оптимизированный медиаплан который стоит там условно шестьдесят два миллиона сто шесть тысяч сто семь тысяч да мы получаем там на нашу целевую аудиторию ну практически да все все дееспособное население миллиард двести тридцать два миллиона просмотров каждый просмотр стоит пять копеек да то есть тысяча просмотров стоит 50 рублей все мы спланировали канал дальше то есть мы вот звоним ну или то есть там пишем письмо да в sales house и вот им важно от нас получить вот эти значения gp20 да то есть они им все равно сколько мы закупаем целевых рейтингов да им главное знать насколько мы закупаем вот этих рейтингов то есть они вот ну потому что у них реклама продается вот по этим значениям да то есть мы говорим нам 78 gp20 1 пожалуйста все 6 gp20 рэнтовые так далее да то есть я не вот нам соответственно также мы торгуем эту сумму до чтобы там да там возможно его селскаусу будет какое-то еще альтернативное предложение допустим вот и ну а также конечно нужно знать вот эти два параметра правильный фикс да в принципе все то есть вот они нам дают цену да вот это то есть и дальше мы уже размещаем до нашу рекламу вот на этом все друзья вот если то есть я говорю вы можете сделать это сами да то есть как это там вообще прямо сделать самим-самим да то есть я буду рассказывать в следующих видео то почему это там работает вот именно так почему надо планировать там на все аудитория тоже скажу в следующих видео вот но если там вы не хотите там если вы не можете каким-либо причинам да то есть ну вообще зачем рекламное агентство нужно да то есть если да у вас там самого времени да этом этим сниматься там или рук у вас не хватает да то обращайтесь на почту в наше агентство action media вот и подпишитесь на канал поставьте лайк этому видео всем пока спасибо за просмотр